МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, всем добрый день! Продолжаем изучать главу метод динамического программирования 14-й, страничка 179, но предварительно хотелось бы сказать, что в прошлый раз мы очень хорошо, по-моему, график разобрали. Единственное, что предварительно я забыл прочитать некую вводную, которую хотел бы тогда, ну, сейчас прочитаю, если никто не против. Это страница 173, там последние два абзаца, получается, это то, что вот Алексей родительский проходили, 13.8 глава. После введения понятия взаимная вложенность суперсистем, изложение достаточно общей теории управления, вряд ли может быть чем-либо иным, кроме как своего рода описанием устройства и принципов работы органа. Для того, чтобы быть органистом, знать устройство данного инструмента необходимо, но нужна еще техника игры, репертуар, вкус, в основе чего лежит потенциал развития музыканта, чей органит, в свою очередь, является взаимным вложением суперсистем, построенных на клетках, физических полях, информационных и энергетических потоках. Если же не знать устройство органа и не играть на нем, то кто-то на роялях кустах будет играть препротивные пьесы, от которых некуда будет деться. Это означает, что необходимо не только воспринимать поток событий жизни своими чувствами и вниманием. Вот тут хотел бы акцентировать чувствами и вниманием. То есть не написано умом или еще чем-то чувство, а это уже уровень воспринятия информации многократно выше, чем восприятие умом. А чтобы чувствами воспринимать, нужно прочищать свои клеточки, очищать свой организм от толкоядов, принимать здоровую пищу, да, можно сказать, тонкие. Поэтому это вот такое, вроде бы написано в одно предложение, кратко, но хотелось бы раскрыть больше. И вниманием, а внимание берется, опять же, развлечение, да, можно сказать, которое дано свыше по нравственности от творца и вседержителя. Но и выработать систему образно-логических представлений о процессах управления как таковых. Мы живем в такое время, когда это проще всего сделать на основе инструмента, получившего название метод динамического программирования. То есть для чего мы изучаем метод динамического программирования, здесь включен, да? Затем, что на нем удобнее представлять о процессах управления. Поэтому, ну, тогда читаю дальше. Страница 179, последний абзац. Если множество возможных состояний упорядочены в хронологической последовательности, то это означает, что расчетная схема может быть построена как из реального настоящего в прогнозируемое определенное будущее, так и из прогнозируемого определенного будущего в реальное настоящее. Это обстоятельство говорит о двух неформальных соотношениях реальной жизни, лежащих вне алгоритма. Первое обстоятельство. Метод динамического программирования формально алгоритмически нечистительен к характеру причинно-следственных обусловленностей. В частности, он не различает причины следствий. По этой причине каждая конкретная интерпретация методов прикладных задач должна строиться с неформальным учетом разных обусловленностей, следствий и причинами. И второе. Если прогностика в согласии с иерархически высшим объемлющим управлением, а частное вложенное в объемлющее управление осуществляется калифицированно, в силу чего процесс частного управления протекает в ладу с иерархически высшим объемлющим управлением, то не существует управленчески значимой разницы между реальным настоящим и избранным будущим. Вот еще раз хотелось бы тогда акцентировать. Это обстоятельство говорит... Так... Схема, в общем, да, мы можем строить из настоящего в будущее и из будущего в настоящее. О двух неформальных соотношениях. Вот это обстоятельство говорит о двух неформальных соотношениях реальной жизни, лежащих вне алгоритма. Первое соотношение метод динамического программирования к формально-алгоритмическим и чувствительным причинам. Это вот то, что мы объясняли в прошлой схеме, да, Сергей, когда мы рисовали вот эту табличку. И тут получалось, что у нас положение вот в этой точке, оно как бы не учитывает прошлое, да, то есть опыт прошлого. То есть дальше управляющие решения мы принимаем, уже находясь вот в этой, как бы абстрагируясь от предыдущей, да? Да. То есть вот, да, я так понял. И решение мы начинали с конца. Да, решение мы начинали... Из будущего в настоящее. Сдругое дело, что есть методы решения из настоящего в будущее, которую мы не рассмотрели. И вот это мы начинали. Мы анализируем будущее в настоящее. А схему нарисовать? Вот. Так, ладно, с этим понятно. Поясни, пожалуйста, Олег, почему не существует направленно значимая разница между реальным и настоящим и избранным в будущем? Так. Это второй вывод. Ну, если мы управляем, сознавая управление свыше, да, и наши действия в русле промысла, то... Не будет разницы. То разница будет, то есть, поскольку, ну, как я понял, интеллект творца и вседержителя многократно, мягко говоря, превосходит наш интеллект, то матрица вот этих возможных состояний и программированное будущее свыше, мы его можем на основе интуиции считать, да? И выстроить свое управление в русле промысла, вот. Вот. Я думаю, что тут, наверное, вот этот момент больше объясняется, да? И поскольку мы выстроили в русле промысла, то есть, наше намерение и наше действие, они в ключе, как говорится, промысла свыше, то получается, что мы можем, как говорится, из будущего в настоящее вернуться и из настоящее в будущее, то есть, просмотреть шаги, пропланировать, да? Тут, может быть, это написано, что осуществляется квалифицированно, то есть, мы понимаем, что на основании теории управления делается это. И, в общем-то, чтобы правильно управлять, надо просматривать и будущее, будущий избранный вариант прогнозируемый, и настоящий, это единый процесс. Да. Он неделим, и поэтому... Я согласен, да. Поэтому как-то так. То есть, квалификация, что мы подразумеваем под квалификацией? То есть, вот, человек адекватно воспринимает свое состояние, да? Не находится, вот, Илья, например, вот, ну, не то, что там в минус, а ты переложил ответственность за выбор фломастера на продавца. То есть, четко была задача, все слышали, что приобрести фломастеры для белой доски. То есть, по идее, вот, фломастеры, кто не в курсе, вот у них написано здесь, whiteboard marker, да? На латинице. Иногда на русском языке написано, для белой доски. А Илья просто переложил, как говорится, это дело на продавца. И продавец ему тут же продал дорогие фломастеры по 100 рублей. И еще, к тому же, они у нас испортили доску, да? Можно так сказать. Вот, это пример. Я не то, что там какой-то минус, Илья, но вот такие ситуации просто у нас у каждого бывают. Когда мы в некоторые моменты ответственность, как говорится, на кого-то перекладываем, и получаем соответствующий результат. Но вопрос, я даже не знал, что оно было написано. Горный, арсер и так далее. А я вообще не знал, что они как-то или вкле... Ну, а вот тут еще моя ошибка и наша вместе. Потому что, когда я ему давал, да, ему можно было пояснить еще в этот момент, там, сказать, Илья, на фломастерах пишется... Илья, ты говорил, я запомнил, а он не запомнил. Нет, да, да, для белой доски, да. Просто надо было еще пояснить, что на фломастерах... Нет, нет, ремарка, друзья, ремарка-то такая. Я ему, что я хотел сказать-то, я не пояснил, что на фломастерах... Надо было еще пояснить, да, учитывая, например, я должен был как управленец тогда учесть, что он может не догадаться, что на фломастере написано. И объяснить ему, что на фломастере... Дмитрий Иванович, давайте по очереди разговаривать. На фломастере должно быть написано для белой доски. Вот что, какая ошибка. И Михаил что-то хотел сказать. Вот как этот пример объясняет, что не существует значимая разница между реальным настоящим и избранным будущим? Для квалифицированного управленца. Это важное пояснение. Здесь нет такого. Ну как-то... Если в объемлющее управление... Если прогностика в согласии с иерархическим высшим объемлющим управлением, то есть человек прогнозирует согласие с творцом и содержителем, а частное вложенное в объемлющее управление осуществляется квалифицированно, то есть ты со своими частными процессами или я, мы в русле двигаемся, да, видим, что мы можем сделать реально и двигаемся, выполняем это, то мы свой процесс можем видеть и конечное состояние, результат, и, как говорится, вернуться оттуда в начальное состояние, то есть и туда и обратно, как говорится. То есть пример, который ты сейчас провел с фломастером, это то, как не надо делать. Ну ошибки, почему как не надо? Нет, я... Я не квалифицированно. То есть то, как не надо делать. Нет, нет, Миш, ты неправильно понял. Если бы ты был квалифицированным, то есть финансов, да? Нет, не надо, не надо, такого нет объективного. Надо сначала понять, что такое слово квалифицированное. Это значит обученный уже. Нет, не только обученный. Сейчас мы разобрали момент квалифицированного управления. О чем? Олег непосредственно, Олег сейчас объяснил ситуацию с маркером. Он и в будущее объяснил, и в прошлой ошибке. Правильно? Он проанализировал свои прошлые ошибки, и проанализировал будущее состояние, которое будет. Без квалификации, без квалификации. Ну, недостаточная квалификация была, да. Сейчас как управление с Олег выступает. Он давал задания, задачи. Он свои ошибки проанализировал. Это как вариант. Да, вот ситуация. В прошлой проанализировал. А как вариант, это как версия. Он знал, что Илья ничего не соображает. А можно так сделать, да. А можно так. А можно так. А вот у него есть такой адрес. В 1937 году. В 1937 году. И начинали вот эти, которые, Игорь, заделаны. И диверсанты. А теперь клуба является квалифицированным. Клифицированным вопросом. Вот не ладно. Да, ну, покупки маркеров. А если он не посчитал, то это однозначно предположит. Что стирали. Да, для белой доски. А, кстати, вот это тоже хороший вопрос. То есть, вполне возможно, он может и не предполагать. Он может и их обучить. Он может быть. Так вот, не дают сказать старику. Давайте у нас один ресурс. В необратимое время мы его хищнически тратим. Можно сказать, мы в идеале все это рассматриваем. Если все в идеале рассматриваем, то да. Из прогнозирования будущего и в настоящее можно вернуться. Для этого и создана эта донна. Да, поэтому я недостаточно. То есть, тут ремарка. А частное вложенное. То есть, имеется в виду частное. Наши движения, да. Как в объемлющее управление осуществляется квалифицированное. Частное вложенное управление. То есть, вот в данный момент с маркером недостаточно квалифицированное. Не квалифицированное, а недостаточно. Но, тут могло быть проведение свыше. Если бы это было... Тут мешалось, можно сказать, божье водительство, да. Илья тоже не оценил обстановку, да, например. И переложил, как говорится, на продавца. Продавец выдал там не те маркеры. В итоге, он принес, которые негодны до доски. Но Саша Пушкин принес сегодня 4 маркера сам. То есть, понимаете? Вот оно. Чувствуете, да? Поэтому появление вот этих маркеров, это проведение свыше сегодня. В том числе. Поэтому тут... Сразу. То есть, в данный момент, да, проведение свыше, как бы, поступил сигнал, что надо купить маркеры. У него где-то там или... Ну, совесть, конечно, сработала, да, в этом плане. То есть, совместная весть. И интуиция. И он просто... Его никто же не просил маркеры купить для белой доски. Он взял и приобрел, да? Да, и принес. Это не его, это Игрегор. Он спрогнозировал, что все облажаются. Как управление сразу понял. На интуитивном уровне. Не показывайте, что вы не знаете, что такое Игрегор. А вот видишь, наткнулся. Наткнулся. Условия создались, как бы, сами, да, свыше. То есть, и вот как раз-таки получается, что маркеры, появление маркеров сегодня вот этих, это проведение... То есть, наши цели совпадали. Но тут наш Игрегор плюс, естественно, участие Творца. Потому что Игрегор... Конечно, ну, конечно. Игрегор, конечно, у нас нет внимания. Это наш Игрегор, уже надо нам хватать. Ну, как управление с квалифицированным? Александр у нас не пьет и не курит. Чувствую у него хорошие... Александр квалифицированный промец, к тому же. Да. То есть, он достаточно квалифицированный. И поскольку совесть его не была там поражена каким-нибудь Игрегором в данный момент, да, она, как говорится, более-менее очистилась от вот этих всех вещей негативных, которые мешают воспринимать действительность, то он получил сигнал достаточно четко. Значит, ты хочешь сказать, что у всех остальных была совесть не очищена? В данном случае он управленчески грамотнее поступил, чем мы все остальные. Потому что никто больше не купил маркеры, кроме него. Те, которые надо. У нас умных не любят. А мы не умные. А почему ты не в курсе? А? Ну, ум и ум... Ум... Вот дурак, слово... Олег Александрович, умных не любят. Вот дурак, слово, оно не просто так введено. Д-У-РА-К. Да? То есть, там, если посмотреть аббревиатуру, я думаю, что там совершенно не то. Вот меня всегда в детстве поражало, почему у нас сказки про Ивана Дурака-то постоянно самые такие ходовые. А он все время внесистемно поступал. И он все время поступал правильно. И добивался своих целей. Нет, тем более с Богом. Нет, это посветление, осветление, сознание. То есть, пусть у него больше сознания, чем оснащил. Да. Идет с умными другими. В разными путями. А умные, вот как раз, кто там, код, ученые и так далее, это вот те, кто вот это вот, академическая наука, так называемая, там школа, то что нам вдалбливает, да? Думать умом, а не разумом, да? Несообразительностью. Несообразительностью. Ну, давайте дальше тогда поедем. Абзац такой короткий, но очень такой серьезный, да? Вот когда с жизнью соотносишь, и еще вот пример как раз, он же тоже не просто так появился сегодня. Может быть, этот пример как раз для того, чтобы мы его так грамотно разобрали, да? Уже как-то интереснее. Процесс целостен. По какой причине еще не свершившееся, но уже нравственно избранное и объективно не запрещенное свыше будущее, свершившимся настоящим, защищает тех, кто его творит на всех уровнях. Начиная от защиты психики от наваждений, до защиты от целенаправленной физической агрессии. То есть, если матрица возможных состояний, она же матрица возможных переходов, избрана владуясь иерархически высшим объемляющим управлением, то она сама защита и оружие, средства управления, на которое замкнуты все шесть приоритетов обобщенных средств обобщенного оружия и управления. Так, шесть приоритетов средств обобщенного оружия и управления. По сути, это сейчас другими словами тот же пример описан, что мы сейчас разбирали. Саша, пошел и куплю. Будущее предопределено. Но он походу двигался. Он понял эту матрицу, пошел и куплю. Ослушался твоего управления, где будем говорить. Нет, ну как ослушался? Я ничего не говорил. Я не говорил никому, не надо покупать. Мы просто все вместе дали задание Илье. А Саша, вот как раз я думаю, что тут... Нет, ты недостаточно квалифицирован, а так же, как я поступил. Потому что, по идее, я должен был это предусмотреть. Но тут во всей этой ситуации видно божественное вмешательство. Мерная информация была маленькая. Мерная информация. Сложилось, чтобы сегодня было удобнее разбирать эту глобу. Ну да, вот я к чему. Ну, то есть вполне возможно вся эта ситуация как раз для того, чтобы мы эту глобу разобрали. Интересно. Объективное существование матриц, возможных состояния переходов, проявляется в том, что в слепоте можно изобрести в некие матрицы перехода и прочувствовать на себе их объективные свойства. Последнее оценивается субъективно, в зависимости от отношения к этим свойствам, как полоса редкостного везения, либо как нудное возвращение на круги своя, или полоса жестокого невезения. Но для пользования методом динамического программирования и сопутствующими его освоению неформализованными в алгоритме жизненными проявлениями матриц перехода необходимо соблюдение главного из условий. Так, ну для пользования методом динамического программирования необходимо соблюдение главного из условий. В задачах оптимизации процессов управления метод динамического программирования реального будущего по умолчанию работоспособен только, если определен вектор целей управления, то есть должно быть избрано завершающий процесс, определенное состояние. То есть мы избрали для себя какой процесс построения справедливого жизнестроя, да? То есть картинка у нас получается справедливая жизнь, большая семья, свой дом экологически чистый, жизнь, человек вписан в природу, общество действует, и все знания, вся культура общества на построение человечного строя, психики целостно, то есть вот некая картинка, и мы уже от нее производим действия разные, да? В реальности это завершающее определенное состояние должно быть заведомо устойчивым и приемлемым процессом, объемлющим и несущим оптимизируемый методом частный процесс. Но выбор определения определенных характеристик процесса, в которые должна войти управляемая система по завершению алгоритма метода лежит вне этого метода, в области мистики или в области методов развитых, нематематических по своему существу науках и ремеслах. То есть получается, кто-то бы, например, если бы мы свою деятельность в русле промысла не выстраивали, то кто-то бы сказал, ну это все случайно, то есть как часто, или это, ну это Саша просто хорош, догадался там, да, например, то есть кто-то бы объяснил, кто-то боялся бы признать, что Бог, Творец, содержителю есть. Каково бы ни было состояние системы перед очередным шагом, надо выбирать управление на этом шаге так, чтобы выигрышу в данном шаге плюс оптимальный выигрыш на всех последующих шагах был максимальным. Но это мы и разбирали, да, Сергей, в прошлый раз? Да, собственно говоря, это очень простое выражение этого принципа, как мы решали задачу. Да, ну в принципе можно было даже, наверное, до этого абзаца дойти, хотя тут тоже, пока вот мы дошли бы до него, тут столько вот примеров еще других, да, было бы, поэтому хорошо, что мы... Наверное, непонятно этот абзац, если можно, поясните его, пожалуйста. Ну то есть, если говорить по-русски, как говорится, все время выигрывать нельзя. Можно там выигрывать, например, производить действия, которые будут самыми лучшими, там, если пошагово разделить, самыми лучшими, например, там, первый шаг сделал, выиграл, да, например, там, второй шаг сделал, выиграл, потом, ну, проиграл, проиграл, то есть, в казино тоже многие знают, и они это учитывают. Вот если по отношению к казино предусматривать, да, то делаешь там ставки, например, ты понимаешь, что всегда ты не будешь выигрывать, и надо какие-то части, вот чувствуешь там, например, там, раз выиграл, там, да, раз выиграл, ага, дальше может там смениться, там, где-то по среднему ставку сделал. Делаешь посредним какой-то период, потом опять делаешь максимальные ставки, потом выигрыши идут. Это если к казино соотносить. Еще Сергей, да? — Ну, каратина. Там Тарабас что пел? Он же тоже как бы все время богаче-богаче становился. Но он же песенки пел, что я готов унизиться. То есть для того, чтобы что-то сделать, он готов пойти на какие-то уступки для того, чтобы опять получить что-то вперед. — Да, да. — Ну, это как средство. Он бегит с Сергеем. — Просто про пример, про казино не самый ужасный в этом плане, потому что конечная цель игры в казино — Это проигрыш. — Проигрыш. Потому что перевести себя в состояние с выигрышем каким-то — это крайне маловероятно. Это раз. Для этого гораздо проще рассматривать тот самый вариант, когда мы решали эту задачу на определение маршрута нашего. — То есть мы не можем, скажем так, ехать на машине, потом пересесть на электричку, а потом снова ехать на машине. И так далее. Мы должны каждый раз, выбирая наш червяной шаг, не думать сиюминутным выигрышем. Мы должны думать о том, как выиграть в целом, чтобы наш паршрут был оптимальным. Максимально дешевым или максимально быстрым. То есть мы не должны ориентироваться на самый дешевый вариант прямо сейчас, самый лучший сейчас. Мы должны ориентироваться на весь в целом. И чтобы метод сработал, тут надо делать, как написано здесь. Выбирать такое сейчас управление на текущем шаге, чтобы оно плюс управление на всех последующих шагах было оптимальным, начиная от этого, на текущего шага, до завершающего состояния. Не обязательно. Нужно еще, чтобы ты работал, совладав со своими чувствами. Потому что, как ты говоришь, просчитывать моменты, у меня брат, он любитель просчитывать моменты, чуть ли не на 20 лет вперед. Вот он посчитает, так экономичный, как удобный. Где сэкономить ТДТП? Я поеду на электричке, там ТДТП получится дешевле, время сэкономлю. Поехал на электричке, ехал полтора часа, а я на машине час-двадцать. Я ехал в комфорте, а он ехал в толпе. Но мы рассматривали только по одному параметру. Приехал недовольный, я бы недовольный, может, чуть-чуть, от того, что в пробках потолкался. В общем-то, я приехал не уставший. Я понимаю. Но мы просто оптимизировали по одному параметру, мы многопараметрические задачи еще не рассматривали. У нас был только для простоты рассмотрения примера один параметр. Либо это скорость, либо это стоимость поездки. Мы комфорта тренингески. Нет, нет. У нас задача был один параметр, только один параметр, все равно число, по которому мы решали, по какому маршруту мы пойдем. Все равно число, то тогда да. Не надо говорить, не выигрыш, а результат. Нам нужен не выигрыш, а результат. Да, да, правильно. Это термин. Выигрыш это термин в данной... Ну, вон, кстати, в доту описан выигрыш, поэтому я тоже сейчас вспомнил, откуда мы его вытащим. Удача динамического программирования. Ну, это час. Как в частном случае. Я тоже художник от слова худо. У меня Иваник говорил, ну ты ж художник нарисуй, он говорит, я живописец. Я живописец. Рисовал, чтобы схемка просто перед глазами была, а то когда... Плюсы, когда мы что-то обсуждаем, и схемка зарисована, это все накладывается. Саш, посмотри, только сильно не отсвечивает. Вот, видно, да, схема всем? Вот, то, что вот спрашивал, вас как зовут, Сергей? И тебя Сергей тоже, да, зовут? Что-то у нас Сергей и Александр, что-то много так. Вот, я иногда просто, когда обращаюсь, неужели тоже Сергей или Александр? Номера повешаемый. Бейшики, да? По хоккеистам. В общем, вопрос был адресован, что к системе выигрышей. Вот, смысл в том, что, еще раз подчеркну, что на каждом этапе мы выиграть не можем, да? То есть, и, ну, для того, чтобы у нас был, мы пришли, например, в точку 7, если мы избрали точку 7 как выигрышную, то нам нужно будет, можно двигаться, не обязательно, вот, через самые, там, максимальные выигрыши. мы можем двигаться либо вот так, вот, либо вот по такой траектории можем двигаться, то есть, в зависимости от того, какая цель, какую цель мы задали. То есть, цель задается субъективно, понятно, что, и выигрыш определяется субъективно управленцем самим, кто задает условия. Поэтому тут, в данном случае, просто верхняя линия, она обозначена, она вот сбивает с толку, в том плане, что вроде как вот самое максимальное, с самым максимальным выигрышем. Хотя, на самом деле, иногда, если квалификация управленца позволяет, если действительное его действие в русле промысла, то мы можем потенциально выигрывать на каждом шаге. То есть, это тоже может быть. Но это должно быть квалифицировано. Да, из-за этого управляющего и самого работника. Исполнителя, да. То есть, это... А что ты понимаешь, четко, вот сказал слово, все, ты пошел. Да, то есть, тут вот это вот слово... Если будут допускаться ошибки, знаешь... Ну, топ-менеджеры же, им платят там миллионы долларов, да. То есть, там понятно, что это и как откаты, и так далее, там и за связи платят. Но, тем не менее, есть из них управленцы, действительно, которые знают суперсистему, там, потребителей, разбираются в этом очень хорошо, там, потребности и так далее. Они могут планировать какие-то продукты или производство какое-то, вот с учетом всего этого, качественно выстроить управление и получить максимальный результат. Сечен. А оценка управленца, она вкладывается, что подчиненные, заводы, здания, сооружения, техника, все идет, полная оценка. И чем больше будет проработано вот этих вот вещей, да, параметров, тем качественнее, естественно, управление. То есть, даже вот в этом случае с фломастером, вроде такой случай простой, но, и даже здесь надо было вот это вот учесть, то есть, что может быть произойти ошибка и акцентировать внимание. ну, тоже. А потому что не акцентировали внимание, то есть, да, опять же, проведение, поскольку наше действие в русле промысла, вмешалось, как говорится, проведение свыше. Не вмешалось, а было, поскольку наше действие в русле промысла. Ну, читаем дальше. Неспособность, так вот, я не читал, наверное, да, неспособность определить вектор целей управления. 181-я страница. Читал, да? Нет, не читал, читай, читай. Неспособность определить вектор целей управления, достижением которого должен завершиться оптимизируемый в методе процесс, и неспособность выявить исходное состояние объекта управления, не позволяет последовать этой рекомендации, что объективно закрывает возможности к использованию метода динамического программирования, поскольку начало и конец процесса должны быть определены в пространстве параметров, на которых построена математическая или иная модель метода, которая должна быть метрологически состоятельной, что является основой ее соотнесения с реальностью. Причем определенное завершение оптимизируемого процесса имеет управленчески большее значение, чем ошибки и некоторые неопределенности в идентификации и выявлении начального состояния объекта управления. Это тем более справедливо до последовательных многовариантных шаговых переходов, если матрица возможных состояний, вписывается в пословицу «все дороги ведут в Рим, а которые не ведут в Рим, ведут в небытие». То есть это как бы по умолчанию идет. То есть те, кто оглашал, все дороги ведут в Рим, то есть типа все остальные… Ну это тоже заявление, что вся цивилизация на Западе, а все остальное по умолчанию не цивилизация. То есть все недочеловеки. То есть там цивилизованные люди. Так Рим наоборот это мир. Ну да. Аккуратнее не сбей. А еще понятно, кто правильно идет. Да. Там лучше не стирать. Я стирать не буду, я сейчас подпишу. Цивизвы. За. Ция. У нас скульптура какая? Русская? Ну. Ци. На немся. По-украински. Ци. С азбуки берем. Ци. Это исток истинных. Стержень. Ага. Фила. Ты бачишь? Ты бачишь? Дробление. Правильно? Правильно. За ци. За основу. За истину. Поэтому европейская цивилизация, а русская культура. Правильно. А культура тогда надо пояснить. Культ ура. Культ ура. Просвещение. Просвещение. Культура. Просвещение, да, можно сказать? Просвещение. Просветление. Я еще раз прослушал. Получается, цивилизация это раздробление чего? Основа. Стержень. Стержень. Разжиж. Мозговой разжиж. Что происходит? Петрасте и тому подобное. Они дробят, которые могут. Что можно дроблять там? Разделять страву. Разделять страву. Разделять страву. Разделять страву. Все дороги идут в Рим. То есть ближе к Кеме. Да. Так, понял. Ну ты в русло, как бы, или ты что-то хочешь сказать еще? Нет. Все. Добро. Ну это понятно, в общем. Для такого рода... А, кстати, это тоже, это был управленческий вброс, управленческий, и кто-то на него купился, как говорится, да? То есть, вот все дороги ведут в Рим. То есть это же тоже они, кто управляет, то есть в Риме там тоже управленческие знахари, да, заселят какие-то. И они, это вот как управленческий был вброс в общество. Камас-ква-третей. Да. Ну это тоже попытка программирования, а четвертого не бывает. Перепрограммирование уже только на нас. Вполне возможно, наши потом добавили, а четвертого не бывает. То есть Третий Рим, якобы, то есть попытка цивилизации, то есть 91-й год развалили СССР, попытались цивилизировать окончательно, а получили. Да, но недавно Ромин сказал, что мы хотим создать, теперь уже в России, в Украине не получилось, Путин, Крым, это отрубило. Теперь в России создать центр еврейства. Да не вопрос. На основе концепции общества. Если бы есть вот там, в Биробережье, русской строй, что пойдет. Тогда Путин бы не отбирал у Америкосов в Дальний Восток. Дело в том, что 20 ноября 2013 года Путин подписал концепцию общественной безопасности в России. Поскольку она в русле промысла, то это, как говорится, такая жирная точка во всех этих разговорах. Евреи сами не догадываются до того, какое будет мощное перепрограммирование их программ, как говорится. И на самом деле большинство, у меня есть пара друзей евреев, они на самом деле не евреи. Хотя они где-то лишний раз приписывают это для того, чтобы якобы свою успешность писать на вот это. Хотя на самом деле они действуют просто в русле материализма и все. Пока евреи не ругают Путина, на че на Иисус? Вот. Путину Путина нравится, им они его уважают. И что санкции ввели на трех его друзей и два из них евреев. И два из них евреев не ругают. Что, Сергей? Добро. Друзья. Санкции на двух друзей, трех друзей, два еврея. Но он не компенсирует эти потери. Если друг, то он же компенсирует другу. Ну, тогда краткая ремарка. Дело в том, что... Я думаю, название друг, это как бы поддержать этих ребят. Вот как раз, я извиняюсь, что еще раз отвлекусь, но Путин, зная, как выстраивать схему управления, обложил себя евреями, женщинами, родственниками и так далее. Я все время гадал над фразой «Who is Mr. Putin?» Мне было непонятно, что они имеют в виду. Они пытаются его подмять, а они на самом деле, скорее всего, не могли его вычислить, потому что вокруг него евреи. Он постоянно обнимался с равеннатом. Никаких особенных препятствий им не выстраивал. Он выстраивал как бы вот этого среди всего хаоса, хаоса, что происходил, он выстраивал свое управление. То есть, какие-то вот делал шаги. И он не блокировал по образованию деградационных программ, не блокировал развалы армии, особенно, да, на первом этапе. И поэтому вот этот вот вопрос все-таки излучал, типа, ты, Путин, определись, как бы, ты с паразитами или с народом, то есть непонятно, мочить тебя, не мочить. И они, развал, ну, переформативно, ну, а там по-другому немножко все шло, да. Просто один говорит, когда он пришел, а другой говорит, когда, когда, когда пришел, да, сразу пошли учения все. То есть, он другого развала не было. Ну, до него, до него. Павел как раз таки, развал армии, это, скорее всего, эти вот, все-таки, уступачи, когда ты идешь вверх, раз, провалишь чуть-чуть. Он на этот момент совершал право, чтобы показать, что мы слабеем, 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 на самом деле, обложил всех данью. Ну, потому что он выстраивал на основе Творца и Вседержителя в русле свою стратегию. Они сами этого не поняли. Они начали помогать. У китайцев есть ворожение. Хотя они вроде себе на благо, вроде на себе, но он их направил в русло. Дальше вот он недавно же с китайцами встречался. После этой встречи, вот здесь, в аргументах недели, вышла статья, а называется «ИБУ, ИБУДИ, ДАОМУДИ», что в переводе на русский язык «Шаг за шагом дойдем до цели». Вот. Метод динамического тоже. Получается, что развал среди богов, это как раз, чтобы не сохранить сильных лидеров. Олег, 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 может, возьмешь свои руки и таки продолжишь рассказать. Добро. Так, в общем, заканчиваем тогда. Заканчиваем, Олег, Олег. Друзья, ладно, да не, отвлеклись, Сергей. Но в любом случае, я считаю, что Доту надо наполнять живыми примерами, потому что иначе разжижь бог. Я читал ее до этого три раза, вот у меня мало чего откладывалось до этого. То есть пока, ладно, читаем. Для такого рода процессов, если избрана устойчивого времени цель, а у Путина была избрана цель, да, и к ней ведут множество траекторий, то при устойчивом пошаговом управлении расстояние, в кавычках, между оптимальными траекториями, то есть тут расстояние имеется в виду относительно, вот, ну оно не всегда может быть расстоянием, то есть управление там на разные процессы, то есть идущими к одной и той же цели из различных исходных состояний, от шага к шагу сокращается, вплоть до полного совпадения оптимальных траекторий, начиная с некоторого шага. Это утверждение, тем более справедливо, чем более определено положение, завершающего процесс вектора цели в пространстве параметров. По аналогии с математикой, это можно назвать асимптоматическим множеством траекторий. Асимптотичность множества траекторий выражается в том, что все дороги ведут в Рим. И в более общем случае рекомендации Нового Завета и Корана утверждают возможность обретения благодати, милости Вседержителя вне зависимости от начального состояния, греховности человека. В тот момент, когда он очнулся, увидел свои дела таковыми, каковыми они есть. Другое замечание относится уже к практике, к вхождению в матрицу перехода. Если начальное состояние системы определено с погрешностью, больше чем допустимое для вхождения в матрицу перехода из реального начального состояния в избранное конечное, то управление на основе самого по себе безошибочного алгоритма метода динамического программирования приведет к совсем иным результатам, а не расчетному оптимальному состоянию системы. Грубо говоря, не следует принимать за выход из помещения на высоком этаже открытое в нем окно. То есть метод динамического программирования – необходимость как определенности в выборе конечного состояния процесса, так и выявление истинного начального состояния сам собой защищен от применения его для наукообразной имитации, оптимизации управления при отсутствии такового. Это отличает метод динамического программирования, в частности, от аппарата линейного программирования, в который можно сгрузить экспортные оценки, экспромтные оценки, экспертами, в кавычках, весомых коэффициентов в критериях оптимизации минимум Z либо максимум Z. О линейном программировании смотрите специальную литературу. Дальше читаю пояснение, потому что тут, в принципе, я думаю, все понятно. Олег, подожди, нет, тут надо пояснить, вот то, что мы прочитали, огромный абзац. Давай, что считаешь, Сергей, давай поясняй. Все дороги ведут в Рим, а те, которые не ведут в Рим, ведут в небытие. То есть, банальная такая пословица, что все должны прийти рано или поздно в Рим. Те, которые в Рим не хотят, пропадут. И вот вопрос в следующем абзаце. Практика вхождения в матрицу перехода. Требуется достаточно точно определить начальное состояние. Да. Если начальное состояние определено с большой ошибкой, то управление может прийти с тем, куда надо. Кто хотел пойти в Рим, но не дошел? Спартак хотел дойти в Рим? По разным данным образом. Он дошел до Рима? А Ганнибал? Варвары развалили Рим. Нет, те, которые... Нет, те, которые... Атила, это более поздно. Те, которые раньше хотели попасть в Рим, но не смогли попасть в него. Ганнибал. Давай начнем с Ганнибала. Давай, Ганнибал. Кунический воин, да. Он хотел дойти, но не дошел. Почему? Не дали. А, кстати, вот... Его же хозяева. Свои же и не дали. Они ему обрезали снабжение. Нет, сначала он мог туда дойти, но почему-то не захотел, хотел полностью разгромить их. А потом уже, когда понял, что надо уже на Рим идти, ему уже не дали ресурсов. А вот этот вопрос, они связаны с тем, что в определенный момент эти люди просто получают знания. Через них управление, да, проходит. Вот Ганнибала, кстати, сказали, если... Не дошли до этого момента. А почему вот опять же Ганнибал вот Рим хотел развалить? Тогда хотели развалить, вот нормально, кто в русле человечества более-менее жил. Все дороги ведут в Рим. Но они не были в русле человечества. Ганнибал был... Было две системы. Стоп, подождите. Две системы. Одна римская, другая Карфаген. Рим и Карфаген. Которые контролировали все... Материковое и морское. Побережье Средиземного моря. И получается, две конкурирующие структуры, рабовладельческие, друг с другом конкурировали за торговлю, за рабовладение, за вот эти все пути. За все пути. Получается, Африка воевала против Европы. И получается, что сил просто не хватило. Хотя талантливый полководец Ганнибал не смог. Не смог из-за того, что из-за, ну, наверное, может быть, цели. Цели отличались у римских хозяев, да, там, у олигархов или там, те, кто... Управленцев. Давайте римских управленцев и карфагенских управленцев. Те, кто управляли процессом, воин и так далее. В них цели отличались. Рим конкретно поставил цель, карфаген должен быть, я говорю, что он конкретно направлял силы армии, флота и все свои ресурсы на уничтожение конкретно в городах. У хозяев, видимо, у карфагена были немножко другие размытые цели, которые... Ну, видимо, они посчитали, что рим уничтожен, практически разбитый, в принципе, им не нужно, там, захват этого рима и так далее. Не, ну там, по-моему, там полководец наемной армии, этот, Ганнибал, который управлялся, ему перестали финансировать, значит, там была разруха в этом управлении карфагена. Там мы между собой вывалимся. У них главным министром обороны менялся два чайка были. Один полгода управляет, другой полгода управляет. А это просто наемник, как наш суворов. Ну, пошел, ну, победил, ну, не победил, там. Наемная армия надо постоянно платить. Платили их грабежами, там. А у этих тоже наемные армии, тоже наемники, там. Хорошо, перетрубаться в карфагене, это на управляемый процесс? Так это, конечно, через трое психики идет управление. Все хотят стать в рульной пирамидой. Хорошо, значит, управляемый процесс по поводу продвижения. В отношении не было? Да, в отношении не было. То есть, они в это время, пока идет война с Римом, хотят каждый захватить. Вот сейчас как они говорят? Ну, значит, вектор целей размазан. Опять у карфагена. Ну, вектор целей размазан. А у них конкретный вектор. Ну, у них не врусли в обоих. И у Рима, и у карфагена не врусли промысла, получается. Просто паразитические желания. А одни других мы просто... Можно вопрос? Да, Дмитрий Иванович. А вот почему нас тянет в примеры от карфагена или из ветхого завета? А что у нас мало своей истории тех примеров, в которых мы сами участвовали или недавно слышали? Примеров немало. Тогда не было Евгений. Много примеров. Примеров немало, но здесь про Рим. А куда они делись? Нет, здесь про Рим же. Сергей вот предложил. Сергей, мы обсудили... Рим же там, вы смотрите, в прорубь. Да. Да. Рим может быть разным. Рим может быть и в Вашингтоне. Так вот. Да. Улюкаев всю жизнь думал, что солнце вам восходит. Вашингтоне. Кто? Улюкаев? Это самое сказать. Может быть я ошибаюсь, поправите меня заодно. Тут такая тема не получается. Немножко шаг назад. Шаг назад почему? Потому что что такое... Я объясню, что такое Рим. Потому что из Торы я это то, что в Торе написано. Нет, истину о рати переводится. Хорошо. Это мое понимание, поэтому так сказал. В Волхвыдуски говорят, что истину о рати. А из Торы я это там евреи придумали. Евреи, так сказать, втуливают. И то, что не было тех событий, которые были, ладно. В общем, мое понятие такое. Что такое Рим? Свет состоит из квантов. Квант, который закручивается, составляет собой ядро. Ядро, которое притягивает электрон, свободный электрон, создает движение, то есть создает молекулу определенную. Правильно? То есть идет движение и создается магнитное поле. Но это все знают. В физике так объясняют. Вот эта вот часть, там где магнитное поле создается, и там где идет сгусток всего, всех этих малых веществ, оно очень плотное и называется материя. Правильно? Вот это, где идет разность магнитных полей, там где вот плюс-минус, плюс-минус, на основе которого состоит этот самый. Компьютер. Называется информация. Правильно? Не знаю. А вакуум? Вот это вакуум накапливает этот разум. То есть получается, вот это что такое? Вот это вот и получается мир. А то, что наоборот нашего мира, идет Рим. Почему он и в кавычках? Но это мое мнение, может быть оно ошибочное. Вопрос был тут немножечко другой. И все дороги ведут в Рим, то есть все дороги ведут не к тому, что у нас существует на самом деле, а в обратку, для того, чтобы заблудить нас же. Чтобы мы начали, как вы знаете, какое писание правильное, это самое, еврейское, христианское или... Я понял, что вы хотите сказать. Вопрос был такой у меня. Ну, обзад, который идет после этого, было указано то, что если оценка текущего состояния, начального состояния до нас с группой большой ошибкой, то мы можем не прийти туда, куда намереваемся. И тут был, про Рим почему-то помню, вопрос так, он влез в голову, что вроде бы все стремились попасть в Рим, но те, которые не смогли правильно оценить свое состояние начального, в Рим не попали. Пошли по другой дороге, которая привела их к небытие. Вопрос, почему они так... В небытие, может быть, те самые и есть правильные. А теперь пример из жизни. Почему у нас сейчас все цены растут? Я знаю, что мы проводим. Значит, мы идем не туда, мы не там кто-нибудь принимал, мы идем, кроме со стенокомерки. И второй вопрос. Время, в центре Рима, какая империя стоит? Кто управляет всем миром в центре Рима? Бог управляет всем миром. Как там этот называется? Ватикан. Вот все дороги ведут к тому, что Ватикан не управляет всеми процессами, которые не происходят на Сибири. Нет, тут... Самая богатая организация в мире. Смотрите, ошибка в чем? Это как бы паразиты всегда всем навязывают, что они всем управляют. И те, кто говорит много о том, что евреи там всем управляют, на самом деле они делают не очень хорошую вещь. Как раз по доту и видно, что поскольку их управление не в русле промысла, то они объективно не могут всем управлять. Да, они манипулируют на основе дезинформации и так далее, разводок каких-то. Поэтому Рим, если бы они всем управляли, то мы бы уже в рабстве жили бы сейчас. И прилетел бы астероид, опять бы сделать зачистку на земле, и опять бы цивилизация начала развиваться. Это страна самая свободная в отличие. Поэтому это не так. Сергей, мы касаемо этого абзаца все обсудили, что ты предлагал? Ну просто тут пример такой, банальный совершенно, про то, что не стоит выходить из здания в открытое окно, хотя это самый короткий маршрут. Да. Просто хотелось, может быть, другие какие-то примеры. Ну, так это тоже, к той же схеме можно отнести, где пошагово идет на каждый выигрыш, на каждом шаге не может быть. То есть там, скорее всего, где в окно... Да, на каждом. Да, в том числе. Пушкин это имел в виду. Лешанов говорит, что мы упустили шанс, когда сразу после референдума и присоединения Крыма на этом подъеме ввести войска в его восточные вот эти области. И что бы было? Зачем? И тогда бы, он говорит, не поднялся бы, затул бы в этот самый Майдан. Он так считает. Если бы туда войска не вели бы... Он так считает. Я с ним не согласился, но соблазн у Путина был большой, потому что женщины на своем уровне переговаривались и требовали от Путина, женщины, ввести миротворческие войска. Я этим женщинам говорю, вы дописывайте там, при условии, если нас обвяжет или попросит Совет Безопасности. то есть вы исполнили его вводе. Тогда было бы здорово. Я думаю, что сами, сами, украинцы спали. В тот момент проспали, а ребят, их еще не разбудили к тому времени. Нет, дело в том, что и сейчас они спят. Почему? И сейчас же они спят. Донецк, население, 4 миллиона человек. На акции протеста против откровенных фашистов, которые поднимают фашистские флаги и бандеровцев, которые убивали украинцев, вообще несчастно, да, там, малоросцев, выходят там 2-3 тысячи человек максимум. Вот так. И кого там защищать? Человека, то есть мы должны вести войска, защитить человекообразных, которые скажут, да кому, может, и не хотели, чтобы вы вели войска. Мало ли, что там тысяча человек сказала. Они концептуально не определились, как они хотят жить. Как нормальные люди, то есть, в смысле, как простые люди, да, в русле промысла божьего, реального. Либо они хотят паразитировать на чужом труде. гимн украинский говорит о том, что запануем там и так далее во своей стороне. Вот и запановали, как бы, получили ответ на свой гимн Украины. Нет, они провоцируют, усиленно провоцируют. Именно они этого и желают, чтобы они могут писать все свои ошибки управления на Россию. Это вопрос серьезный, друзья. Ну, давайте я буду дальше продолжать. Вот, читайте. Дальше идут пояснения, как говорится, и разъяснение. Эта сама собой защищенность от недобросовестного использования косвенно отражена и в литературе современной экономической науки, поскольку она не определилась с тем, что является вектором цели управления по отношению к экономике государства, то не встречается публикация об использовании аппарата динамического программирования для оптимизации управления макроэкономическими системами регионов и государств в целом на исторически длительных интервалах времени. Примерами тому математическая экономика на персональном компьютере под редакцией Кубанива, в которой глава об управлении в экономике содержит исключительно макроэкономические интерпретации аппарата линейного программирования. Прямо так и названо управление в экономике, линейное программирование и его применение. Но ничего не говорит о векторе цели управления в средствах управления. В ранее цитированном учебнике Зайченко описание метода динамического программирования также построено на задачах иного характера. Однако при мотивации отказа от макроэкономических интерпретаций метода динамического программирования авторы обычно ссылаются на так называемую вычислительную математику проклятие разномерности, которая выражается в том, что рост разномерности пространства параметров задачи N вызывает рост объема вычислений пропорциональный N от K, где показатель степени K больше одного. Такой нелинейный сверхпропорциональный рост объема вычислений действительно делает многие вычислительные работоспособные процедуры никчемными и решения практических задач как из-за больших затрат машинного времени и компьютеров, так и из-за накопления ошибок в приближенных вычислениях. Но это проклятие размерности в кавычках относится не только к методу динамического программирования, но и к другим методам, которые, однако, встречаются в их макроэкономических интерпретациях. Дальше читаю. Важно или поясним... Немножко остановиться. Давай. Линейное программирование. Мы начали на прошлом занятии этот комментарий по поводу динамического программирования. По поводу линейного программирования тоже хочу дать комментарий, потому что метод линейного программирования описывается в экономическом разделе ДОТ. Кто-нибудь знает, что такое линейное программирование? Нет. Лучше пояснить, даже если один человек не знает, давай, Сергей, поясни, пожалуйста. Можно возле доски если так тебе удобнее. Тогда придется немножечко стереть твою схему. стирай, другую будем рисовать. Значит, линейное программирование это тоже метод оптимизации, только в нем решается задача оптимального распределения ресурсов на решение задачи разом. Если в динамическом программировании мы решаем задачу поэтапно, выбирая, каким путем пойдем на каждом шаге, то в методе линейного программирования мы решаем, как распределить, скажем, наши ресурсы для решения одной задачи. Самое простое, вот, это, скажем, в мертвой воде описано, метод деления пирога, когда каждое новое условие, ограничивающие сверху, почему на Западе отказывались от применения линейного программирования в экономике до планирования, что вот эти условия накладывают ограничения на потребление, что для западной элиты неприемлемо, им хочется потреблять. Вот самый простой пример, когда нам надо организовать производство столов и стульев, вот это вот столы, а вот это вот стулья. А у нас есть ограниченное количество ресурсов, грубо говоря, клея и досок. Один стул равен пяти доскам плюс два флакона клея. Это вот так нам сказал наш специалист, наш плотник. Я сделаю один стул, если мне будет пять досок, и добавить флакона клея. Еще он сказал, что у меня один стол у меня получается из восьми досок и четырех флаконов клея. А всего у него пришли мы к закладу, он говорит, а у меня всего сто досок и сорок тюбиков клея. Что делать? Идет директор к бухгалтеру и то есть сто досок и сорок клея. Идет он к бухгалтеру, бухгалтер говорит, а мы короче говоря продаем один стол за пятнадцать рублей, а один стол за двадцать пять рублей. Директор садится и начинает думать, сколько ему задать на производство, сделать стульев, сколько сделать столов, чтобы у него получилось как можно больше продать. Какую максимальную выгоду получит имея вот такие ограниченные ресурсы при таких условиях производства. И вот он начинает рисовать. Рисует одну линию. Это уравнение вот этого из этого следует. Сколько он произведет в стульях на столов. Это линейное планирование. И потом еще рисует вот такую линию. Это уравнение, которое следует из второго. То есть график следует из второго уровня. Это сколько можно будет производить столов. Точнее так, это ограничение по клею а это ограничение по доскам. Ну там надо формула соотношения какая-то должна быть. Да, я просто наизусть не помню эту красивую это очень красивая и простая задача. Еще раз если будут докладывать я обязательно вспомню. Так вот, есть у него уравнение, что выгода равняется X если вы сделали X стульев и продали за 15 рублей и сделали Y столов и продали за 25 рублей в сумме он получит выгода. Вот такую выгоду. Это вот эта точка А? Нет, это не эта точка. вот в этой точке мы на самом деле максимально потратим все наши ресурсы у нас на складе ничего не останется Ну так правильно так и нужно? Нет, нет. 20 стульев выпусти и вот все А на самом деле вот эта вот штука вот когда мы нарисуем вот эту вот эту формулу график вот этой функции мы будем получать вот сейчас возьму другой цвет специально мы будем получать вот такие вот линии Это ценовые уже Да Да, да, да Это сколько мы будем получать выгоды при определенных соотношении Вот они вот так на графике расположены И задача линейного программирования мы должны взять ту точку где вот первый из этих кривых которые наиболее дальше Чем дальше эта прямая расположена от нуля тем больше на ней выгода Ну опять же это в данную конъюнктура там может поменяться по столу Да, да, да То есть там еще тогда получается новая функция тем не менее метод этот работоспособен решает с точки зрения экономики какую-то конкретную задачу получение максимальной выгоды из конкретных производственных условий но как отмечается в этой главе Доту что этот метод можно подрегулировать с помощью экспромтных оценок экспертов в данном случае экспертами оказались столяр который делает столы и стулья экспертами оказались завскладом который хранится ресурс экспертами оказались бухгалтер который все продает не считает а продает то другие там ну да не маркетинга сбыта отдел менеджеры маркетологи короче говоря вот три эксперта с которыми он посоветовался и они ему сказали конкретные числа и он решил эту задачу если бы они сказали ему другие числа он бы решил по-другому но он как управленец если он квалифицирован он обязан все сделать учиться да теперь в этом плане один фактор является жизненно состоятельный как у нас это все красиво хорошо но по факту директор продаст столько стульев сколько есть спрос на рынке или по крайней мере рынок который уже создаст рынок или сможет отщепнуть часть рынка у конкурентов я с вами полностью согласен потому что эти стулья и столы могут остаться на складе и он прибыли не получит это для планов экономики а эти параметры тоже вписываются в эту систему уравнений понимаете в чем дело это я конечно понимаю что есть и конкуренция но вот эта задача для того чтобы показать как должен работать директор если он хочет получить максимальную прибыль метод работоспособен точно метод линейного программирования также работоспособен как метод динамического программирования другое дело я не согласен я как с Александром соглашусь тут проще делать стулья непосредственно я с этим сталкиваюсь каждый день с продажей грубого она есть это в планировании это вот в советское время система плановых хозяйств она применялась наверное да сегритивно вот это вот это не для рыночных это не сейчас для СССР это идеальный вариант я понимаю для плановых александр одну секундочку в СССР был генплан да да так вот александр тут ваши условия что у него есть конкуренция у него есть рынок и он знает что на этот рынок он не сможет выкинуть большее количество какого-то стулья все будет отталкиваться не так все будет отталкиваться от реальных заказов вот реальные заказы будут формировать его стулья и столы у него есть доски и есть заказы и затраты Либо докупаться будут... Александр, подождите, подождите, подождите. Александру отвечаю. Заказ столов, то есть X большое, точнее X большое стульев, Y большое столов. Вот его заказ. Рисуем эти. Раз, два. Вот его заказ, в этой области он может как-то прыгать. И в этой области он опять же сможет найти какое-то решение. Мы добавили еще условия, условия на заказ сверху. И все равно метод работает. Главное накладывать эти условия. Накладывать, накладывать, накладывать. Чем квалифицированнее управленец, тем он больше наносит условий. И не попадет вот такой вот в просаг, когда у него останутся лишние стулья. Но это для капиталистов. Нет, не останется... Не важно для кого. Математика интенсивная. Сейчас нужна была промоторная мебель. И для того, чтобы ее заказать, эту мебель... Не важно, это задача. Я оплатил счет. Деньги увидели. И после этого только запустили в производство что-то. До момента поступления денег на определенные счета не один сейчас мало контор, которые будут работать по предоплате. Нет, сейчас... Извините, я не согласен, потому что практически все такие вот ведущие заказчики, заводы, предприятия, там нефтяные компании работают как раз по факту поставки. Вы поставили и вот тогда мы оплатили через 60 дней, через 40... Метод линейного программирования с жизнью, я говорю, вот реальной жизни. Да, это можно для каких-то расчетов давать. Но с реальной жизнью, вот конкретно в данный пример... Нет, это понятно. Мы же и говорим... Сейчас ведется ошибочная система управления. Она ошибочная. И в связи с этим появляются вот эти вот моменты, когда никто не начнет ничего производить до того, пока деньги не поступят, другой не закажет. Или по крайней мере, подождите, или по крайней мере не будет заказа. Вот заказ идет от заказчика на столько-то стульев. Все. Это для него идет объем работы. И вот есть определен заказ. 10 стульев, там 5 столов. Все. И вот в рамках этого никаких линейных тогда не надо. Просто есть количество досок. Хватает нам досок или не хватает? Если не хватает, докупаются. А если не хватает, то докупаются. А если не хватает линейных? А где-то что-то рассчитать? Да, как разваливает Советский Союз. У нас в стране появились должности, которые называются... Не экстренное, там, что-то делают. Да. Вот, допустим, моя задача, как человека, ко мне поступает заказ. Люди могут обращаться в прямые компании. Кто именно поставщики чего-либо. Закупать у них. Но подписание договора составляет месяц. Я могу сделать небольшую наценку, что мне удобно. И, без всяких вот этих составлений договоров, привести чуть ли не завтра. Мои проблемы, как я где буду изымать средства. Наличкой, без налов, хоть золотом, хоть ваучерами, хоть чем угодно, хоть поцеловать кого в одном месте. Но, задача оперативно делать всё. И сейчас тенденция строится таким образом, что все хотят оперативно. Пытаешься оттуда подстраиваться? А если линейно, это долго. Это всё долго будет. Сейчас все хорошим заказчиком. И как сейчас производитель может работать на старшину рассплывать стульев? Одно сегменты. У нас сейчас разговор идёт по достаточному предуправлению. Я про... Понимаете, линейное программирование это метод. Здесь вот, в качестве ремарки, в котором написано, что линейное программирование... Зачем ты вёл прибыль? Зачем ты прибыль вёл? Зачем ты прибыль вёл? Это условие. Значит так. Задачку линейного программирования я рассмотрел. Чтобы было понятно, почему и как можно... Чем оно отличается от динамического программирования. Да. Чтобы вы знали, что есть такие методы. То, что они сейчас не работают, это тоже вы абсолютно правы. Но сейчас нам надо конкретно знать, что в методе линейного программирования оценки экспертов влияют существенно. В методе динамического программирования... Значит нам нужна оценка эксперта-маркетолога или отдела забыта. Так вот, дальше. Следующий момент, на котором хотелось бы остановиться. Вот важное замечание о том, что экономисты, которые пишут книги, говорят, рассматривают все вот эти методы. Это в книжках написано. Да, их книжки порой с жизнью никак не относятся, о чём Александр правильно говорит. Но эти же сами экономисты... И вот ещё одно более важное. Они не рассказывают ничего о динамическом программировании. Или рассказывают, но не применяют это как экономики. Отговариваясь с тем, что эта задача очень сложна. И у неё очень большая размерность, которая не позволяет её вычислить. Если мы в эту задачу линейного программирования запустим параметры целого государства, и будем определять его макроэкономический параметр, макроэкономический удачу всего государства, там параметров будет тоже огромное количество. Но тем не менее, эти задачи решаются. А вот динамическое программирование с таким количеством параметров никто почему-то серьёзно в экономической литературе рассматривать не хочет. Ну, Николай Николаевич, запись идёт, что тут 16 квартир. Звоните, повторим ещё раз. Не может, а вводят. Всё, звоните, сейчас откроем. Миша, открой, скажи пароль, пожалуйста, начнём второй двери. Это правильная вещь. Мы ушли к стульям, а вся эта схема вот сельское хозяйство полностью. Так это планово. Это работает, она условно, и тут же говорится о недостатках. Насколько она понятна? Если бы она на селе бы это применял, я бы по-другому не говорил. В плановой экономике дело в том, что она лучше работает, чем метод динамического. Но метод динамического – это идеальный вариант, скажем, программирования. А мы разобрали просто усечённый. Тут же и написаны недостатки. То есть я ещё раз читаю. То есть метод динамического программирования, необходимостью как определённости выбора конечного состояния процесса, так и… Это предпоследний абзац, 182-я страница. То есть метод динамического программирования, необходимостью как определённости выбора конечного состояния процесса, так и выявления истинного начального состояния, сам собой защищён от применения его для наукообразной имитации и оптимизации управления при отсутствии такового. Это отличает метод динамического программирования, в частности, от аппарата линейного программирования. То есть аппарат линейного программирования – это, как я понял, наукообразная имитация имеется в виду. Правильно? Нет, аппарат линейного программирования – это метод решения задач. Другое дело, что он строится на экспертных оценках. И поэтому в него может войти некоторые ошибки управления, в которые можно сгрузить экспромтные оценки экспертами в кавычках весовых коэффициентов в критериях оптимизации. То есть получается, что, ну да, наукообразная талмудистика, поэтому… Ну вот, короче говоря, это показывается линейное программирование как недостаток. В чём его недостаток? Если директор ориентируется только на линейное программирование, это уже тогда… Тогда, да, тогда вот сгружаются экспертные оценки, какие-то испробные и всё. И он на этом завязан, он как зашоренный, у него мера понимания низкая. А Серёга сказал, что если не пользоваться ни тем, ни другим, то вообще худо будет, хотя бы линейное. Метод линейного должен использоваться именно в той схеме, которую мы стёрли, на том отрезке, в котором мы шаг пополняли. То есть всё равно не просто идти бездумно, вот мы определили, но надо всё равно проработать ещё тот шаг, и вы можете проработать именно линейно, на маленьком участке, но вписать его в… Понятно. То есть это как одно из средств. Друзья, а можно вопрос? Что значит слова Путина? Мы, в конце концов, 10 лет работали над этим проектом, попили они, китайцы, как переговорщики из нас, кровушки. Кто, какими методами руководствовался, китайцы ДОТу знают. Они в 90-х годах взяли это с консервации. Ну а Путин на практике применяют ДОТу. Спасибо за внимание. Следующая глава, в общем, мы заканчиваем, ещё 10 страниц осталось. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok